Чтобы он не шумел и отвечу подробно. То есть, что вообще происходит в системе? То есть, дам такое системное, глобальное видение. В общем, смотрите, ребят, во-первых, начнем с того, что волю, силу воли и связанные с этим процессом в обществе понимают абсолютно неправильно. Как понимают силу воли люди, которые погружены в матрицу? Их еще, начиная с гаггинской традиции, принято называть попоморщиками. Я полностью с этим термином согласен. Абсолютно. 100%. Так вот, эти попоморщики, которые очень хорошо встроены в матрицу, являются ее абсолютными функциональными единицами. То есть, это рабы, по сути. Причем рабы, закабаленные на всю их жизнь. На самом деле, то есть, уже не имеющие возможности выбраться и стать свободным. Ну, то есть, белым сахибом в моей терминологии. Они понимают это как некий акт насилия над собой. То есть, тебе что-то не нравится? Мало ли что тебе не нравится? Есть такое слово «надо». То есть, сколько раз вы в детстве слышали это? Мало ли что тебе не нравится? Есть такое слово «надо». То есть, расшибись, но сделай. То есть, это зиждется прямо на внушениях, которые ребенок получает вообще с детства. То есть, ребенок не хочет что-то делать? Мало ли, что тебе не хочется. Мама сказала или там папа сказал? Чаще мама. Там бабушка. Значит, надо. Надо, значит, надо. То есть, партия сказала «надо». Комсомольцы ответили «есть». То есть, через вот это, вот эти вот все внушения, а это на самом деле это гипноз. То есть, если вы думаете, что гипноз это что-то там мифическое. Нет, это гипноз. Это гипноз в работе. То есть, вот то, как работает гипноз. Постоянно. От значимых людей. Мы слышим «надо, надо, надо, надо». Когда мы пытаемся сопротивляться, ребенок пытается сопротивляться, он приводит такие аргументы. То есть, почему это надо? Зачем это надо? То есть, для чего мне это надо? То есть, он пытается разобраться в сути происходящих явлений. Вот. На это дело накладывается запрет. Ну, потому что это попытка выхода на метакоммуникацию. Она должна быть тысячена матрицей. В обязательном порядке. Рабу нельзя думать. Рабу нельзя пытаться анализировать свое рабское автоматическое поведение. Наоборот, он должен быть подавлен. Полностью. Любые его попытки анализировать происходящие явления и свое поведение должны быть на корню подавлены. Ему вместо этого, просто же его так подавить нельзя, необходимо произвести то, что в общей системной модели коммуникации называется депотенциализацией сознания. То есть, ему необходимо сделать следующее. Смотри не сюда, а вот сюда. То есть, взгляд отводится, человек начинает, ну, как сказать, теряться. Почему? Потому что здесь мы похлопали, а пальцем мы показываем туда. То есть, человек дезориентирован. Он автоматически впадает в транс. Как происходит? Через что? Через что встраивается депотенциализация? Через что наводится вот этот вот морок? Через сказку о сильных волей людях. И еще больше, как бы, миф матричный, абсолютно матричный, о том, что есть такая штука, как сила воли, вообще говоря. Дальше этот миф развивается. Но в психиатрии есть такой термин, как бы, генерализация бреда. То есть, есть классификация бредов. Бред паранояльный. То есть, это частично, как бы, фрагментированный бред. То есть, у человека в голове возникают какие-то идеи, но они не связаны между собой. Вот. И есть бред параноидальный. То есть, это когда паранояльный бред переходит в бред параноидальный, когда происходит генерализация бреда. То есть, бред захватывает все мышление и восприятие человека и берет контроль над этим человеком. Вот то же самое развитие от паранояльного к параноидальному бреду следует в процессе воспитания. Когда человека просто-напросто зомбируют сказкой о силе воли. То есть, вначале ему рассказывается о сильных воли людях, о том, что это люди, которые постоянно преодолевают себя. Ну, все мы читали эти книжки детские, где там страшно было что-то, неприятно, неинтересно. Но человек насиловал себя, проходя через вот эти вот моменты. Причем, преследуя совершенно иррациональные цели. Служба партии, комсомолу, коммунизму, ну и так далее. Я просто жил еще в то время, когда это все было. Сейчас это другие сказки о том, ну, как надо служить деньгам, как бы, и вот в системе либеральных ценностей. Демократии там, где больше нефти, там больше демократии. Ну, мы знаем эту, как бы, новую сказку, сказки нового времени про нефтедемократию. Вот. То есть, ты должен много работать, ты должен преодолевать себя. То есть, мало ли, что тебе не хочется работать, ты должен работать. Ты должен преодолевать себя, тебе там будет плохо, как бы, ну, ты должен много работать. Ты должен быть волевым человеком. То есть, бред становится всеохватывающим. Он захватывает все, как бы, сферы жизни. А основной мотив этого бреда это встроить человеку ясное и четкое понимание, которое не будет терпеть каких-либо возражений и попыток анализа о том, что есть некая штука, как сила воли, которая в бытовом понимании понимается как просто насилие над собой. То есть ты не хочешь что-то делать. То есть жизнь тебе не нравится, твоя работа тебе не нравится, но ты же сильный человек волей. Ты же хочешь достичь успеха в жизни. О том, что этот успех совершенно мифический, о том, что этот успех определяется диаметром плазменного телевизора, или машины там, или квартиры купленные в кредит в ипотеку на 30 лет. Вот. А это умалчивается. Почему? Потому что мы здесь уже похлопали. Вот. И туда человек уже не особо будет смотреть. Вот. То есть ты должен быть сильным человеком, ты должен обладать сильной волей, ты должен много работать, ты должен постоянно преодолевать себя. Но. Весь этот морок не выдерживает одной маленькой детали, свойств психики человека. А проблема заключается в том, что нагрузка как бы на психику, вообще вот, ну, на рядового обывателя в рамках его обычной жизни, она такова, что психика уже не справляется с этой нагрузкой. И чаще всего происходит следующее, что там в молодости как бы есть запас определенной вот витальной жизненной силы. То есть такой вот своего рода вис виталис. Вот. Как ее называли древние. То есть жизненная сила. Далее наступает, человека прессуют. То есть ребенка уже прессуют нормально как бы. А вот. Но еще есть запас этой жизненной силы. Дальше идет гормональный пул полового созревания. Ребенка продолжают прессовать. То есть ему продолжают рассказывать сказки о том, что он должен быть там волевой личностью, о том, что он должен постоянно терпеть лишения, преодолевать себя там и прочее, прочее, прочее. Вот. Но у него есть гормональный пул. То есть еще какой-то заряд у него остается. А дальше примерно к 20-25 годам у всех по-разному спадает и как бы первичная вот эта вот жизненная сила. Ну потому что уже, как бы сказать, организм уже не совсем молод. Вот. То есть наступает период зрелости. Снижается гормональный пул. И, что самое главное, снимается, ну чаще всего, какой-то вот давлеющий контроль. То есть человека выбрасывают как бы в реальную жизнь. И ему он становится перед проблемой самомотивации. То есть он должен как-то мотивировать сам себя на какие-то достижения. А мотивации у него нет вообще. Есть только сказка о мифической силе воли. То есть и человек оказывается, ну, как сказать, перед бетонной стеной. Огромный, высоченный, как бы толстый, который уходит и туда влево, и туда вправо. То есть бетонной стеной. Когда он сталкивается с жизнью, абсолютно не понимая вообще, что он хочет, зачем он хочет, почему он хочет, почему. Потому что его внутренняя мотивация, которая должна была вести его по жизни, у него полностью отбита. Он раб. К своим 20-25 годам он уже полностью раб. Что такое раб? То есть первое определение раба – это человек, который не имеет, не может иметь и не должен иметь каких бы то ни было своих желаний. Вот определение раба. То есть это рабская психика. То есть человек не имеет, не может и не должен иметь каких бы то ни было своих желаний. То есть он должен желать то, что ему скажет его господин. В данном случае какая-то система. Но в рамках этой системы человек имеет определенную как бы свободу. Но поскольку он раб, который постоянно жил под спудом его родителей, оказываясь даже перед этой минимальной какой-то свободой, он теряется, он не знает. Своих желаний у него нету, родители ему уже особо не дают, не указывают. То есть институт он вроде бы закончил. Куда двигаться дальше, он не знает. Что он делает? Он делает шаг назад. И спрашивает у своей сказки, в которой он жил постоянно, сказки про силу воли. То есть воля моя, ты где? То есть почему его зазомбировали, ему на протяжении всей его молодости, как бы вообще более-менее зрелой жизни говорили, что если у тебя что-то не получается, то есть изнасилуй себя. То есть у тебя же есть сила воли, трахни себя, срокота. Сделай еще одно усилие над собой, и ты добьешься успеха. Человек начинает спрашивать, где моя сила воли? А сила воли уже нету. Потому что что такое воля? Я вот вам объясню. То есть без всех вот этих вот сказок, без всего вот этого социального дерьма, программированного и прочего, я вам скажу, что на самом деле из себя представляет воля. Воля это некий запас жизненной силы, ну то есть психической энергии по сути, которая может применять человек для решения каких-то задач, которые ему не нравятся на локальном этапе, вот на локальном промежутке времени, для достижения огромных мотивирующих результатов в будущем. Есть какой-либо профит у обычного вот раба, который живет в системе? Никакого. Что его ждет? Его ждет машина в кредит и ипотека на 30 лет. А, еще, короче говоря, брак, в котором он абсолютно бесправен чаще всего, вот, не имеет возможности там, ну как сказать, не контролировать там воспитание и вообще жизнь своих детей, ну потому что целиком и полностью это зависит как бы от женщины там и от государства, которые вот управляют всеми этими процессами через женщину. То есть у него по сути ничего нету. А хотелку ему отбили еще в детстве. Он пытается обратиться к этой сказке, а воля тоже закончилась. Потому что, еще раз говорю, это строго определенный запас жизненной энергии, который вы можете использовать в какие-то моменты своей жизни, тогда, когда вот вы видите, ну, я просто расскажу вот ситуацию, как это работает вот в реале. То есть вы приехали там с отпуска, отдохнувший, посвежевший. У вас есть запас как бы жизненной силы, то есть жизненной энергии. Вам нужно реализовать какой-то проект. По окончанию которого вы получите много бонусов и бенефитов. Ну, то есть это реальные как бы достижения, которые будут принадлежать лично вам, переживаться радостно там и, в общем, качественно улучшать вашу жизнь. То есть выводить вас на новый уровень. Но в рамках решения этой большой задачи, она дробится на какие-то этапы под задачи. А вот и какие-то из этих этапов, несколько выборочно, вам не нравятся. То есть либо они рутинны, либо еще что-то, то есть либо необходимо вот как-то пересиливать себя, то есть выходить за границы комфорта. Но вы видите конечный результат. Вы оцениваете то, что это очень интересно, вот, и вам нравится. И вот имея вот этот вот запас жизненной силы, которую вы получили отдыхая, то есть расслабляясь, расслабляясь, психика говорит, ага, чувак, я готова включить волю на этом этапе, на этом этапе и на этом этапе. Ради того, что ты получишь вот такие бонусы и бенефиты, а ты качественно улучшишь свою жизнь, и после этого, чувак, мы отдохнем. Не забывай. Мы себя как-то наградим, и мы отдохнем. То есть помимо этих результатов, мы еще себя наградим отдыхом и какими-то вкусными там плюшками, которые не относятся вот непосредственно к достижениям, но приятны лично нам. И тогда человек собирает свою волю в кулак, то есть и делает это. Вот что такое сила воли в реале. Что представляет из себя жизнь обычного человека? С точки зрения психики, с точки зрения бессознательного. Я абсолютно не знаю, ради чего нам стоит вообще работать. Я абсолютно не знаю, во имя чего нам стоит вообще рвать задницу. А то дерьмо, которое меня пичкали в школе, я понял, став взрослым, что это абсолютное дерьмо. Те ценности, которые пытаются мне привить современное общество, либеральные ценности, это по сути абсолютно дерьмо, потому что существует же интересный момент, что для психики деньги эквивалентны говну. Ну, то есть это действительно и есть такой вот момент. То есть бессознательно не понимает денег. Потому что, еще раз говорю, в одном из своих кастов рассказывал, деньги это продукт исключительно человеческой культуры. Его нету в природе. А в природе есть самый ближайший эквивалент. То, что производит как бы человек, и то, что, ну как сказать, для него значимо. Это жратва и говно. То есть вот это примерно вот те же порядки. Но еда как бы есть вот в обществе, а, ну как сказать, денег нету. Именно в психике, вот в понимании этого. Поэтому деньги, они эквивалентны вот этому продукту, который производит человек. А вот, то есть ради чего жить, как бы я не знаю. Общество не отвечает на эти вопросы. А когда я спрашиваю у кого-то еще, люди крутят пальцем у виска, говоря там, не задавай глупых вопросов. Вот, работай больше. То есть, больше работай, ты же волевой человек. Вот, сталкиваясь со всем этим, психика говорит, парень, извини, но я не буду этого делать. И вообще, вы все меня как бы уели, а вот, и ты меня уел больше всех. Ну, вот, непосредственно сам человек. Вот, а он начинает со своей психикой спорить, со своим бессознанием. Да как так? Мне же рассказывали там. Я же волевой человек. То есть, он начинает напорчить перышки. Вот, и пытается пересилить себя. А в ответ психика говорит, ну, посмотрим. Вот, и потом еще делает вот так вот. Человек обескураженный сидит. Почему? Потому что, ну, он же привык, что он же верит, как бы, вот этому социальному программированию, который матрица-то в него встраивает. Ну, как же так? Я же, что же получается? Я безвольный человек. То есть, кто я? Я никто. Почему? Потому что матрица приклеивает штамп. Если ты безвольный, ты говно. Ты не достигнешь ничего в этой жизни. Почему еще раз? Потому что матрице нужны рабы. Обществу нужны рабы. То есть, те, которые... Кто такой функциональный раб? Это тот, еще раз говорю, кто не имеет своих желаний. И тот, который умеет, как сказать, надрочился. Постоянно преодолевать себя. Вот, то есть, наебывать себя, как бы плющить себя, издеваться над собой. И выжимать из себя все соки. Ради того, чтобы кто-то вот наверху этой социальной пирамиды жил хорошо. Вот кто такой идеальный раб. Человек этого всего не понимает. Он пытается ходить на различные мотивационные тренинги. Что из себя представляют эти различные мотивационные тренинги? Очень просто. За счет групповой динамики происходит накачка человека энергий, группы. То есть, специальный тренер, приехав там с отдыха на Бали, вот, и имея, как бы, свой потенциал лидерский, запускает в группе групповую динамику. То есть, у людей открываются скрытые ресурсы за счет того, что они преодолевают какие-то свои вот социальные барьеры. Например. Вот. Эта энергия складывается в групповую энергию. Поскольку она кумулируется, вот, возникает кумулятивный эффект. То есть, каждый отдельный человек как бы попадает в это поле и накачивается вот этой вот групповой энергии. То есть, человека начинает распирать. Соответственно, распертый этой групповой энергии человек начинает прогнозировать. Находясь на пике вот этого эмоционального фона, он начинает прогнозировать, как теперь будет развиваться его жизнь. Вот. Простраивает вот эти вот планы и счастливые уходят с тренинга. Тренинг заканчивается. Проходит две недели. Где энергия? Энергии нет. Где мотивация? Мотивации нет. Вернулась лень и демотивация, которая как была с ним вот всю его жизнь. Его самая надежная как бы соседка. Вот. Она к нему вернулась. А жизнь-то уже простроена у него в голове. Возникает что? Фрустрация. То есть, посттренинговый откат. То есть, он-то думал, что он сейчас вот рванет и преодолеет этот потенциальный барьер. А на деле-то очередной облом. Это, в свою очередь, больно бьет по его самооценке, по его психике. И в очередной раз доказывает ему, что он никто и звать его никак. Общество в этот момент начинает еще подвергать его астракизму. То есть, дело так. Ну, то есть, примерное что-то вот показывает. Ты лузер. Ярлык. Ты безвольный, там, засранец. Ярлык. Ты там гондон и пидорас, который ничего в жизни не добьется. Вот. И закончит свою жизнь дворником. Материнские ярлыки и страхи. То есть, не будешь преодолевать себя, не будешь много там учиться, и хорошо. Сдохнешь дворником. Вот. Активируются материнские страхи. И человек впадает в очередную депрессию. И так, этот виток повторяется. То есть, жизнь дает слабину, какое-то послабление человеку. У человека прибывает чуть-чуть энергии. Он пытается снова искать информацию. Но куда он, опять-таки, обращается? Он обращается из-за информации в матрицу. А что ему дает матрица? Матрица дает ему очередной виток информации о том, как повысить свою волю. Новые тренинги, волеобразование, новые тренинги по мотивации, которые, опять-таки, направлены исключительно на то, чтобы вот, либо за счет групповой динамики, либо за счет каких-то скрытых резервов психики, извлечь дополнительную порцию. Ну, то есть, что они делают? Вот, в машине сел аккумулятор. Но есть резервный аккумулятор, который, на самом деле, нужен человеку для того, чтобы вот, когда в его жизни, если возник какой-то пиздец, совсем уже полный пиздец, включился этот резервный аккумулятор, и он на этом резервном аккумуляторе проехался еще 200 метров до заправки. То есть, вот не сдох здесь и сейчас, а проехался еще, и, может быть бы, в этот момент там выживет, скажем, добьется там чего-то, еще что-то. То есть, выйдет из вот этого вот штопора. Человек черпает из этого резервного аккумулятора, но поскольку, еще раз говорю, он абсолютно не понимает ни процессов, которые происходят в психике, ни почему его преследует по жизни демотивация, он проезжает какое-то это время, причем эти резервы аккумулятора тратятся на эйфоризацию человека, а не на изменения, как бы эксергетические изменения вот параметров его системы, то есть его мышления. проезжает еще 200 метров и следует новый откат, еще глубже прежнего. Почему? Потому что психика залезла уже в свои резервные ресурсы, то есть в свое НЗ, которое не должно трогаться в обычной жизни. Человек впадает в еще более глубочайшую депрессию. Вот, и проходит, ну, энное количество времени, и человек с удивлением обнаруживает следующие концовки этих сюжетов, я просто рассказываю. То есть, самая стандартная концовка, он вдруг понимает в какой-то момент в своей жизни, что уже не может обходиться без двух-трех бутылочек пива после работы. Первая стадия алкоголизации. Либо человек понимает, что он, ну, уже вот где-то несколько лет не может уснуть без снотворного. То есть, вот вообще не может уснуть. Либо человек понимает, что он уже плотно сидит на каких-то антидепрессантах. Плотно сидит. Либо, возможно, сочетание как бы этих моментов. То есть, что он уже плотно как бы сидит на антидепрессантах, вот, одновременно с этим алкоголизируется, а вот, одновременно с этим выкуривает там по две-три пачки в день. Через какое-то время наступает соматизация всех этих проблем. А вот, и человек имеет, ну, скажем так, недетские заболевания, ну, которые характерны вот для всех там без исключения жителей мегаполиса. То есть, падение иммунитета, как бы, это самый минимум из того, что человек имеет. Ну, А следствием, как бы, ну, даже не следствием, а побочным эффектом. Легким, на самом деле, побочным эффектом всего этого. является вот эта вот постоянная тотальная демотивация, как бы, постоянная лень, жизнь в постоянном дефиците энергии, отсутствие какой бы то ни было идейности вообще в жизни. Ну, откуда вообще мозгу генерировать идеи, когда здесь бы сдох, вернее, это самое, не подохнуть бы. Вот. То есть, человек постоянно думает. А вот. И, как финалом всего этого является вот кредитное рабство. То есть, семья, чаще всего, как правило, нелюбимая. Почему? Ну, потому что, откуда она будет любимой? На любовь это ведь тоже дополнительные траты энергии. Вот. А здесь семья, как у всех. Ну, то есть, нашлась баба, которая там забрюхатилась от него, как бы, и все, вот, пожалуйста, уже новое чайку общества. Вот. Нелюбимая семья, чаще всего, абсолютная вот, просадка там по всем фронтам. Вот. Бытовая алкоголизация, постоянные хронические заболевания. Вот. И, как финал, это ипотечное рабство. То есть, человеку кажется, что вот возьмем ипотеку, там, расширим свои жилищные условия, будет лучше. Не, нихера. То есть, будет только хуже. Вот. Это, как бы, такой вот, закономерный, как бы, финал. То есть, это, на самом деле, вот, когда человек берет ипотеку на 30 лет, причем, он точно знает, что, как сказать, ему будет очень сложно его оплачивать. Это, на самом деле, вот, отмашка, как бы, начало конца. То есть, вот с этого момента,